На днях съемочной группе телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» пришлось примерить роль миротворца, самой настоящей необъявленной войне соседей. В студию телекомпании поступил звонок от жительницы села Покровское с просьбой помочь решить назревшую проблему. Проблема у меня полная подполка, вот с канализацией вся вот эта вонь идет, мыло, жир этот весь. И полная, у меня уже банки плавают в подполе, картошка вся плавает. Для кого я урожай-то рустила? – Скажите, а в чем, почему канализация тикает сюда? Откуда она тикает? – Вывод от соседей. Желоб сделан, истекает вся вода. – Скажите, а у вас в доме не предусмотрена канализация? – Нет, это еще дома старой постройки. – Ну, а водопровод есть? – Водопровод есть. – А, какие? – Вот. – Выгребные ямы, значит? – Выгребные ямы должны быть. У меня вода стекает в старую эту яму. У меня там, можете даже посмотреть во дворе. У жильцов двухквартирного дома по улице Гагарина, 75, села Покровское, как оказалось, при наличии водоснабжения не было обустроено водоотведение. Отсутствовали и частные септики, выгребные ямы. – У нас она уже сколько лет стоит, у нас там никаких фенкалей нет, у нас текет вода, обычная вода, и она текет не к ней, а текет вот в эту длинную трассу. – Скажите, ну вот скажите, значит, здесь, давайте поставим точку, здесь текут не канализационные воды, здесь текут воды именно от стерленной машины, от с кухни, да? – Да. – Скажите, а давно такое вот у вас? – Да давно уже, сколько лет стоит так. – Она решает то, что мы ее топим, у нее в подполье как будто якобы вода от нас, а у самой-то, у нее стоит скважина старая в ограде, оттуда, туда опущенная у нее тоже канализация, оттуда все выплывает, баня у нее не оканавлена, у нее неизвестно, куда вода идет она оттуда. Семья, где шестеро детей и двое взрослых, проживающие в одной половине дома, не считают себя виновной в том, что соседку топит. Со своей стороны, пострадавшая от сточных вод, бьет тревогу, опасаясь за свой урожай с огорода и в целом за безопасность дома и всех в нем проживающих. – У меня здесь старая скважина, мы выкачиваем, у нас и там все… – Вот это вот служит у тебя септиком? – Да. – Это служит септиком именно с кухни и… – Да, все, больше у меня нету, посмотрите, нигде ничего нет. – Посмотрите, у меня же вся электрика тут. – А что это за электрика? – Как, это вот, скважина-то? – А если замкнет, не выйдет? – А что делать? – Сгорит? – А что делать? – Почему тревогу-то? – Я почему и бью тревогу, только у меня, посмотрите, все банки плавают. – Да, это получается, сейчас у вас полный подпол воды, вы считаете, что это вода? – Только если тут мыло, даже, вон, видите, мыльная вода вся. – Это у вас вода стекает в ту… – Вот, в ту скважину. – В тот самодельный септик, именно вот только с кухни. – Все, больше у меня ничего нету нигде. – Нет, там вода уже. – Нет, там картошка. – Тамара Соколова считает, что вся ее беда – подтопление подполья – происходит только по причине соседей. – Тут у меня мизер. У меня только самовальничка, и то немножко. Я-то одна, а их-то восемь человек. – Где правда-то? – Нету правды. – Как разъясняет Тамара Соколова, у нее нет, как таковой, выгребной ямы. Но она пока использует под слив старую скважину. – Вы сейчас сливаете воду в старую скважину, а берете воду из новой скважины. – А эта вода не сообщается? Качество воды не страдает? – Нет, не страдает, потому что мы каждый год возим воду на санэпидстанцию на анализы. У нас стопроцентная вода, у нас даже извести. – Анализы показывают, что вода питьевая? – Вода питьевая и высокого качества вода. То, что соседку топит, подтверждают и жители соседнего дома. – Это же видно, что от соседей идет все. Это вот потом оно здесь стоит, это же потом, естественно, все к нам придется. – Тетя Тамара, он все затопил, а это потом все к нам же пойдет. – Скажите, в вашем доме тоже есть водопровод? – Да. – А канализация? – Канализация у нас вон… – Выгребная яма? – Да, люк стоит. – Выгребная яма находится здесь? – Да. – Вы пользуетесь и выкачиваете их постоянно, да? К цивилизованному решению проблемы и своих споров соседи так и не пришли. Поэтому одна сторона решила искать поддержки у руководителя территориального органа местного самоуправления. – Какой-то жаловались? – Жаловалась. В Роспотребнадзор жаловалась нашему Авдееву, Денису Сергеевичу. Вот сегодня он приехал, мне предписание привез. И им, видимо, привез, что сделать выгребную яму. Третий год я живу, третий год у них это колеса. – Чиновник решил не заморачиваться по поводу решения соседских войн и выдал обеим сторонам предписание – устранить проблему самостоятельно. То есть до 1 ноября оборудовать на своих участках выгребные ямы. – Предписание привезли сегодня вам, председатель Томс. Скажите, что там написано? – Ну, что до 1 числа, это убрать. – До 1 числа какого? – Ноября. – 1 ноября? – Да. – И что, ваши действия? – Наши действия мы выкопаем, мы свои сделаем. – Вы будете делать? – Конечно, вот колеса лежат. – Взять период с командировки, но до 1 числа мы точно не успеем сделать. Мы хотели на той неделе, но не получилось. Вот, ну, через месяц все равно мы сделаем. – Вам принесли предписание. Как вы будете выполнять? – Вот раз они мне сегодня принесли, Авдеев мне привез предписание утром, я отцеплю, у меня трубы все отцепляются, они все свернуты. Поставлю ведерко и буду мыть посуду, выносить ведерко. – Как обычно в частном доме? – Мне это нетрудно. – Не так много воды, да? – Не так много воды у меня. Никто из чиновничьего аппарата даже не задумался, будет ли возможным для многодетной семьи и пенсионерки оборудовать выгребные ямы. Ведь нужны средства, и причем немалые. Но куда же проще свалить все на простых людей. И пусть сами выкарабкиваются и решают свои дрязги. Председатель ТОМС Денис Авдеев выдав этим людям предписание устранить слив с точных вод и оборудовать септики. Вероятнее всего, считает, что проблема решена. Но, как показывает практика работы чиновников Артемовского городского округа, возглавляемых главой Андреем Самочерновым, проблемы в Артемовском районе не решаются, а всего лишь обрастают бородой. Продолжение следует...